Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 541, тема взаимоотношения, Марка 7, 28. Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей. Разве сейчас есть такие люди, которых, если бы называли псами, не обиделись бы и не ушли, и не стали бы больше просить о необходимом? — Возможно ли такие люди ныне, готовые самоуничижаться? — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нам показан пример. Войди в него и никогда не ищи тех, кто исполняет. Но думай, исполняешь ли ты? Действительно, сегодня человек с великим гонором, и на самое незначительное замечание он передергивается весь. «Мне нагрубили, меня не любят!» Авида совершенно антихристианское чувство. Если нас назовут псами, то мы должны согласиться, что еще не доросли до этого звания. От пса после смерти есть хотя бы шкура. А что от нас? Когда епископ решил испытать смирение Моисея Мурина и вывел его из алтаря, тот не только посчитал это справедливым, но и много укорял себя за то, что сам не догадался об этом. Собака – высокоорганизованное животное, исключительно верное и преданное хозяину, готовое броситься даже на льва, чтобы продлить жизнь своего господина хотя бы на секунды. Добрых пастырей Господь сравнивает с добрыми псами, а недобрых – с плохими. Исайя 56, 10. Стражи их слепы все и невежды, Все они немые псы, Немогущие лаять, Бредящие лёжа, Любящие спать. И как бы тебя ни назвали, Ты раскинь палатой своего ума И легко найдешь, Что ты еще не дорос до этого звания.